Доброе утро всем! Сегодня 6.30 утра, и мы из города Бухары подвигаемся в сторону Новаинской области и хотим посетить место, которое называется Сармышсай, кажется. Там находятся петроглифы древние, это изображения, выбитые на камни. Ну, вперед, поехали, посмотрим, что у нас получится и что мы сможем сегодня из них увидеть. Съехали мы с большой дороги и направляемся в сторону Сармышсая. Тут по пути нам встречаются вот такие степи, абсолютно пустые, ничего нету, только опоры, линии электропередач. Достаточно хорошая дорога, доступная для любых автомобилей. Далее по пути мы заехали в небольшой кишлочок. Кишлочок, жалко здесь стоит автобус, здесь такая вывеска модная, вот. I love. И здесь гостевые дома, я так понимаю, большая зона отдыха. Такие домики цивильные, коттеджного типа. До этого было еще заведение с надписью ресторану, здесь даже туалет культурно выглядит. Посмотрим, будем двигаться дальше. Какие здесь красивые ворота. Дальше нам, видимо, здесь надо будет договориться, чтобы нас пропустили. Не пустили нас, оказывается, это детский оздоровительный лагерь, вот, от НГМК. И нам сказали, что надо вернуться и двигаться по той грунтовой дороге, которую мы видели раньше, ну, на развилке. И оттуда мы сможем доехать до наших петроглифов. Решили срезать напрямую через степь, так сказать. Там сначала была, вроде, какая-то колея, а потом исчезла. Ну, не знаю, по карте. Что-то, по-моему, мы, может быть, выйдем, может, не выйдем на ту грунтовую дорогу, к которой мы стремимся. Сейчас посмотрим, куда мы тут упремся. Ну, пока едем как-то. Дорога, ну, или русло, реки, или чего. Что-то немного сузилось, но пока вполне проезжабельно. Я так чувствую, сейчас мы упремся в какой-нибудь холм, и нам придется развернуться, поехать обратно на дорогу. Посмотрим. Вот в итоге, что вообще, какой план у нас-то был. Вот, от асфальтовой дороги, ну, вот, которая белая, до грунтовой дороги мы решили съехать, срезать, чтобы вот этот крюк не огибать. Ну, вот так это выглядит пока что. Все. Здесь мы уже явно не проедем. Слишком узко. И слишком высокие ступеньки. Короче, колеса маленькие у нас слишком. Будем разворачиваться. Вернемся на дорогу. Прикольный ракурс для фотографий. Вернулись мы, в итоге, на правильную для нас дорогу. Едем по грунтовке. И здесь проходил, видимо, ну, грейдер, или какой-то гусеничный экскаватор. И дорога прям как стиральная доска в АЩПе. Прям ужасно вибрирует все. Здесь дальше по грунтовой дороге мы приехали еще к одной зоне отдыха. Ну, а как мне объяснили, нам нужно уйти правее, что мы сейчас и сделали, и еще немного проехать. И там пройти пешочком. И, может быть, мы их найдем. Ну, эти самые петровые. Но это не точно. Ехал по дороге, и вот на этих скалах мне показались очертания того, что мы ищем. И да, вот их очень даже неплохо видно. Ой, да их много тут. Надеюсь, вам будет видно. Вот здесь какие-то кошки, собаки. Горные козлы, видимо. А вон там еще есть. Сверху. Вот еще. Здесь много. Сказали, дальше будет еще мостик. И возле него тоже. Вот тоже явно. Ну, то ли лошади, то ли бараны, которые бодаются. А вот современные петроглифы. Кто-то Микки Мауса пытался нарисовать. Явно. Тоже через тысячу лет, может быть, кто-нибудь будет ходить, смотреть, вот это увидит. И будет думать, что же это такое. Ну, вот на таких усыпающихся породах точно нет смысла что-то искать. Оно бы и не сохранилось. Нужно искать именно такие глянцевые, твердые скалы. Проехал дальше. Вот такая дорожка мне попалась. Кем-то прям выкрашенная, которая идет вот кверху. Сейчас проверю. Может быть, там что-нибудь еще найду. Да, вот отсюда даже вижу. Такие здесь. Изображения менее четкие и в другом стиле нарисованные, чем те, что я видел раньше. Только что чуть дальше там. Здесь какое-то... Это большое что-то. Видимо, мама. А это выводок. Ну, я так это понимаю. Нужно смотреть под правильным углом. Тогда будет виден хорошо контраст. Причем на телефоне почему-то он виден лучше, чем вживую. Вот здесь вот такая картина целая. Не совсем понимаю, что не изображено. Кусок, видимо, клоусе или отвалился. Вот еще козлы нарисованы. Кому интересно посмотреть своими глазами, оно, в принципе, того стоит. Достаточно здорово это все выглядит. Стощен сюда можно приехать, но на один день будет очень тяжело. Хотя, конечно, реально. Лучше приезжать с одной ночевой. Здесь есть замечательные дома гостевые и зона отдыха, где можно будет заночевать и вкусно покушать. Ну, а я пойду еще немного погуляю и, может быть, сделаю какие-нибудь фотографии. На одном из камней видел вот такое изображение. Ну, думаю, что это, наверное, воин с луком и с чем-то еще. Может быть, это шлем с рогами. А вот это непонятно, что это. Вторая рука. Может, или еще что-то. Так выглядит ущелье, в котором все это и расположено. Здесь вот даже выложена прям дорожка с карашенными камешками, чтобы было легче находить всем заинтересованным. Даже никуда лазить не надо. Очень удобно. Прогуливаясь по этой крашеной тропе. Здесь очень много мест, где стена исписана уже современными петроглифами, так их назовем. Но иногда встречаются и вот такие явно старые работы. Там, не сходя с тропы. Вот так выглядит эта самая облагороженная тропа, ведущая к петроглифам на противоположной стороне. А помимо петроглифов, нам здесь также доступен для взора вот такой вот склон с очень интересным рельефом и отвесными такими консольными торчащими скалами. Особенно вот эти две. Прикольно очень выглядит сбоку. Проект немного дальше, ближе к лагерю НГМК. Здесь такие таблички установлены. Сармышсой, ТП-2. И опять у нас есть дорожка украшенная. Здесь написан Государственный музей, заповедник Сармышсай. И опять дорожка у нас ведет к скале. на которой мы можем уже отсюда даже мне хорошо видно еще изображение различных животных, людей. Здесь вот у нас бык. Какая-то газета. Ой, видно что-нибудь будет, нет? Солнце, к сожалению, не в том ракурсе сейчас. Надеюсь, будет видно хоть как-то засвечивает. Здесь изображен бык и газель достаточно четко. Я думаю, здесь изображена у нас сцена погони. Это человек, судя по всему, на верблюде. Потому что вот горб. Это какой-то или шлем, или корона. Похожее что-то на лук. Длинная шея. Наверное, верблюд. И другой человек, который его то ли ведет, то ли убегает от него. Проехав немного дальше, выперевшись в забор лагеря от НГМК, мы свернули вот на такую вот очень мало используемую грунтовую дорогу влево. И вдоль нее наблюдаем вот такие вот уже полуразмытые, полуразрушенные остатки каких-то глинобитных строений. Посмотрим, докуда мы по ней сможем доехать и что сможем увидеть. А кто-то живет здесь вот в таком глинобитном доме. У него нету даже электричества, судя по отсутствию проводов. Чтобы здесь жить, я думаю, нужно быть очень сильным и достаточно самодостаточным. О, как я сказал, достаточно самодостаточным человеком. Я бы так не смог. А я посижу чуть-чуть отдохну и буду спускаться вниз к машине для того, чтобы возвращаться обратно. На этом все. Видео было коротким. Основную часть путешествия я не снимал. Это мы ездили в Бухару, но как-то не было у меня настроения. Но думаю, надо же хоть что-то с поездки выжить, хоть какой-то маленький ролик сделать, а то что, зря столько километров намотал, что ли. Ну и решил заехать вот сюда. Надеюсь, на ветру меня хоть как-то слышно. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Хорошего вам настроения и до новых встреч. Счастливо! Хорошего вам Продолжение следует...